Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. И сейчас просто хочу сделать немножко уточнения. Спасибо всем, кто комментирует мои видео и пишет свои вопросы и комментарии. Пускай даже они не всегда позитивны, но это помогает давать новый контент. Так вот, что бы я хотела сказать об видео, которые касаются обзоров квартир. Ко мне очень часто обращаются люди, зная, что я работаю с малобюджетным жильем. Ну, как бы, как сказать, обращаются с тем, что бы они хотели. То есть я бы так это называла, со своими фантазиями. То есть кто-то смотрит мои видео уже два года, но за два года цены безумно подросли. И те видео, где мы освещаем, делаем обзор квартир за 18 тысяч, за 26 тысяч. Эти времена уже прошли. То есть за последние полгода в Испании цены подросли больше, чем на 50%. Поэтому какие-то видео по ценам становятся неактуальны, а время созревания на покупку достаточно длинное. Тем более, если у вас небольшой бюджет. И в то время, когда вы меня начали смотреть, может быть, кажется, что это было вчера, но прошло время. Цены поднялись. И я сейчас делаю обзоры не с целью продать, потому что я вижу такие небольшие нападки на меня. Что то, что я показываю, это я делаю ради продаж. Абсолютно нет. Вы видите, что у меня немножко другой подход. Я работаю, работаю с клиентами, работаю со своими студентами. И когда мы делаем обзоры, то есть мы показываем то, что мы смотрим. То есть вот мы смотрим квартиру, я ее показываю для того, чтобы вы понимали, что и за какие деньги, и где вы можете приобрести. То есть это не значит, что вы должны ко мне обратиться и сказать, хочу купить эту квартиру. Хотя почему бы нет? Но цель видео не в этом. Цель в том, чтобы, ну как бы видеоконтент, это такая маленькая жизнь. То есть я ее проживаю и делюсь ею с вами. Поэтому то, что я показываю, да, это не говорит, ну то есть я не, как сказать, не в последней инстанции, как это, господи, по-русски даже не могу, и не по-русски тоже не могу. То есть я не хочу, чтобы вы какой-то вывод сделали на перспективу или отмотали назад. Я просто показываю своим зрителям, что сегодня на рынке есть, за какие деньги. Давайте так, пускай это будет немножко тавтология, но для того, чтобы вы держали руку на пульсе. Потому что видео меняется, жизнь меняется, все дорожает, ну а куда от этого деваться? Вот у нас очередной обзор, не продажа, а обзор. Вот, смотрите, вот такой вот должен быть вид с балкона, если вы приехали на обзор, я так считаю. Вот такой прекрасный балкончик. Маринка, привет, мы находимся либо в твоем здании, либо напротив, либо рядом. Ну, Марина знает про кого, я говорю. В то время, когда мы покупали эту квартиру, это было 64 тысячи, сейчас это 80 тысячи. Смотрите, саму квартиру. Полы, вы видите, что это не такая, как мой нелюбимый мрамор. Мебель, конечно, старая, все нужно выбрасывать. Но опять, это мое мнение, там уже как получится. Телевизор можно оставить, но, скорее всего, хозяин его вытащит. Очень хорошая идея со столиком, видите, как стульчики под него. Ну, это я даю еще заодно, как бы, вам идеи к малым метражным квартирам. Стоит орно, видимо, готовит кто-то. Это духовка, да, отдельно, новая кухня. Видите перепланировку, что сделано, перепланировка квартиры. Маленький холодильник. Ну, при размере такой квартиры явно что-то будет немного народу. Вид мы заметили при входе. Сейчас фокусируется камера. Нет, она не захотела фокусироваться. А вот здесь нужно подумать. То есть, вот с такими ваннами, конечно, да. Мои друзья в Аликанте меня поймут. У них и таких нету. А местные, конечно, поймут. Зато есть биде. Представляете, зато есть биде. Меня кто-то спросил, для получения лицензии биде обязательно? Не обязательно. Мне очень понравились вот тут вот такие эти штуки. Ну, и, конечно, не это покупаем. Но, тем не менее, все равно, как бы, отношение к выходу. У меня кто-то спросит всегда снимать подъезд. Ты типа, говорит, подъезды-то снимай. И заканчивая осмотр, коммунидадом, общим бассейном. Скажу сразу, цена за коммунидад у нас получилась почти 90 евро. Сюда включена вода. Ну, вот видите, вот такой вот прекрасный бассейн. В принципе, в общем и целом, неплохо. 85 тысяч евро. Смотрите. Смотрите, магия кинематографа. Мы не только переезжаем к другой квартире. Мы еще и переезжаем в предыдущий день, когда шел сильный дождь. И первый день осмотра мы проводили вот под таким проливным дождем. И сейчас я вам покажу другой вид. То есть другой, он шикарнейший вид, но при другой погоде. Надеюсь, вам это тоже будет интересно, потому что мы же с вами люди изучающие. Ну, давайте смотреть. Смотрите, это моя мусска. Это море. Это белые маленькие комики. С красными крышечками кричными. Вот такой вот необыкновенный простор. Здесь вот у нас последняя квартира в обзоре. Стоит она 90 тысяч. И она нас приятно удивила. То есть очень хорошая точечка. Почему? Квартиры должны отличаться по цене. То есть по качеству внутри. То есть делаем полностью ремонт. Обратите внимание. Смотрите, что видно в боковое окно. Вы думаете, это обои? Нет, это не обои. Это вот так вот они оборудовали кухню. То есть даже вот тут окно открывается, если что. Совершенно современная техника. То есть все новое. Как раз сделали под инвестиции. Причем использовали неплохие фирмы. Ну, ТЭКО, вы знаете, что она недорогая. Но видите, малодетражная посудомоечная машина. Уже стоит с грилем и кроволновком. Кстати, я сама не пробовала грилем и подволновку. Не знаю, как это работает. Вот эти вот современные лампы. Никто еще не спал на диване, как я понимаю. Он на два раскладывается. Вот тут вот прикручен к стене телек. Вытяжка, да? Обратите внимание, какая вытяжка. Но самое главное, то, что я люблю, вы знаете, это вот такой вид. Когда ты заходишь, и ты в таком ангалусийском аквариуме. То есть каждое утро просыпаясь, да? Ты понимаешь, где ты находишься и как хочется жить. То есть у нас не так много таких квартир, извините. Давайте по ящикам пошаримся. Посмотрим, есть ли тут вилки и ножки. А, нет, еще вот этих мелочей здесь нет. То есть при въезде нужно будет это все закупать. И знаете, что самое смешное? Мы здесь искали стиральную машину. То есть уже распланировали выбросить, вытащить вот эту вот посудомоечную. И на нее место поставить стиральную. И смотрите, что мы получили. У нас есть мужчина, который с нами. Поэтому он нам подсказал, где она. Только ремонт закончился, поэтому тут еще все не вынесли. И остались до белки там. И вот эта вот стиральная машина, она тоже малолитражная. И она стоит вот в таком вот, в такой нише, которая закрывается и прячется. И здесь вот встроенный шкаф. Уже одеял какие-то куплены небольшие. Ну, для двух человек это то, что... Смотрите, двери открываются все в бок. То есть не крадя пространство. Раз, и вот она закрылась. Ну, естественно, без ванны, да, и без душевой как. Так, очень мне понравилась идея, что она не в половину, как любят, да, устанавливать. Вот, по идее, установили бы душ в половину, да, такую маленькую душевую кабину. И в нее вот, особенно толстым людям, трудно входить. А здесь она, смотрите, какая большая. То есть, в принципе, не пожалели. Ну, не пожалели место, да, не стали экономить. Вполне нормально входит унитаз. Да, видите, я поворачиваюсь. Причем я не самая худенькая девочка. И вот она, ведь я с вами. Я смотрю в камеру, поэтому, когда смотришь в камеру, они... Зеркало. Сейчас зеркало, и мы не можем это заметить. Дождь страшно. Давайте-ка я немножко наступим. Вот такие две квартиры мы сегодня посмотрели. В два дня обошлись. Видите, я даже сегодня, даже третий день вам чуть-чуть захвачу. Эти квартиры находятся обе в Бен-Аль-Мадене. Обе квартиры видовые. Одна квартира 85, другая 93. Ну, я думаю, поторговавшись, плюс-минус мы можем получить цену. Плюс-минус одинаковые. Напишите, пожалуйста, какую бы квартиру, какая квартира вам больше понравилась. И нужны ли вам такие обзоры. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.